Дорогие друзья, здравствуйте. Вашему вниманию в прямом эфире программа «Якутск. Сегодня у микрофона» с вами я, редактор Светлана Вишнякова, наша режиссёра Мария Новгородова, Николай Слепцов-Айдын, а в нашей студии психологи, потому что тема нашего эфира сегодня — это «Как помочь людям, которые оказались в сложных жизненных ситуациях». И я думаю, что эфир этот найдёт отклик среди вас, дорогие слушатели и зрители, по крайней мере, всех тех, кто сталкивался с такими ситуациями. И, конечно, никто у нас не застрахован от того, что столкнётся. У кого есть интерес, пожалуйста, присоединяйтесь к нашему разговору, к нам, а я представлю своих гостей. В нашей студии сегодня консультирующие психологи Якутского республиканского психологического центра Феодосия Фёдорова. Феодосия, здравствуйте. Здравствуйте. Мария Мухлинова. Мария, здравствуйте. И Маргарита, пресс-секретарь информационного отдела. Маргарита, здравствуйте. Здравствуйте. И спасибо вам большое за помощь в организации сегодняшнего эфира. Ну, первый мой вопрос, наверное, давайте мы очертим, какие ситуации мы будем называть сегодня сложными. Что это за ситуации? Ну, вообще сложная жизненная ситуация — это ситуация, которая напрямую нарушает привычную жизнедеятельность человека. К трудным жизненным ситуациям можно отнести болезни, инвалидность, потерю работы, безработицу, какие-то материальные проблемы. Вообще трудную ситуацию в жизни можно расценивать по-разному. Для кого-то это потери работы, для кого-то это болезни близких или проблемы собственного здоровья. И вот у каждого, который оказался в трудной жизненной ситуации, нарушается привычный режим жизни. А есть ли какие-то состояния, которые человек может сам отметить? Потому что вы правильно сказали, для кого-то какая-то ситуация покажется сложной, да, а кому-то она будет, в общем-то, очень по плечу. Какие состояния человек в себе может отметить сам, который укажет на то, что у него сейчас сложный период, ему всё-таки нужно быть более внимательным к себе и, возможно, обратиться за помощью? Ну, человек, когда попадает в трудную жизненную ситуацию, больше не может полностью удовлетворять свои потребности. Ему приходится искать новые пути достижения душевного баланса. И вот всё это может привести к каким-то физическим или психическим проблемам. И вот почему, попадая в такие ситуации, важно обращаться вовремя и не пускать всё на самотёк. Но ещё хорошо бы знать свои потребности, ведь не все мы их осознаём. И, может быть, в какой-то ситуации мы даже сразу не понимаем, что мы чего-то лишились, потому что мы не знаем, какая основная потребность для нас, она неосознанная. Такой же может быть, Маргарита, вы хотите дополнить, да? Да, я хочу немножко человеческим языком, скажем так, помочь коллегам высказаться. Вообще, насколько я понимаю психологическую работу, стоит затревожиться, когда ваше самочувствие или ваше поведение доставляет дискомфорт вам и вашим окружающим на протяжении дольше двух-трёх недель. То есть могут быть какие-то переходные периоды, и человек может, в принципе, потом справиться сам. Допустим, в течение двух недель. Но если вот эти состояния длятся дольше, вот двух-трёх недель. В районе месяца. И уже окружающие начинают давать какую-то... Обратную связь. Да, проявлять тревогу, беспокойствие или предъявлять что-то, да? Тогда уже стоит остановиться и задуматься, к какому специалисту или куда мне обратиться. Это может быть как бессонница, какое-то агрессивное поведение, пищевое, нарушение пищевого поведения. Конфликт, конфликтность, вот там бессонница продолжается. Нервозность, может быть, потеря аппетита, потеря сна, да, который человек в тревожном состоянии, он не может ни спать, ни есть, вот только думает о своей проблеме и будет искать, как, что, почему это со мной случилось, и уже надо будет выходить, ну, чтобы искать помощь. Вот сегодня, я думаю, что мы поможем нашим слушателям и зрителям информации, где можно найти такую помощь, и это ваш центр, в котором помощь такая оказывается безоплатна. Мне очень понравилось такое направление, потому что, ну, не всегда человек располагает, да, там, какими-то финансовыми возможностями, особенно если это в какой-то сложный период, да, мы будем, допустим, говорить сегодня о таких именно ситуациях, когда что-то не ладится и финансов не хватает. Ваш центр можно прийти, записаться на консультацию, получить ее бесплатно и уже там дальнейшие какие-то рекомендации. Ваш центр на сегодня чаще всего с какими работает проблемами, вот какие сложные жизненные ситуации у наших горожан на сегодня, и вы об этом знаете? Ну, самыми актуальными запросами являются это, конечно, психическое здоровье и вот детско-родительские отношения. Там и семейные, супружеские отношения, там, может, и вопросы насчет развода, там, потому что у нас бывают, там, колебания, да, вот, правильно ли я делаю или нет. Там именно детско-родительские тоже выходят на эту тему оттуда, да, потому что и дети тоже переживают, да, может быть такое, то, что родители вот в своих проблемах они будут это все как бы выговаривать друг друга, а про детей могут их как-то, ну, позабыть, да, там, понимание, не уделять такого, которое им нужно будет. Ну, если родители сами могут прийти, у них что-то не ладится, да, или родители не могут найти контакта с подростком, с ребенком, а ребенок, ему же гораздо сложнее, во-первых, понять, что что-то не так, во-вторых, узнать, где он может получить помощь, если, допустим, это подросток или младший. Я скажу. У нас вот помимо консультирующих психологов есть еще экстренные службы, например, телефон-двери, который работает круглосуточно, полностью все анонимно. Человек может позвонить с любого устройства бесплатно. Это хорошая служба, на него, вот, кстати, чаще всего и обращаются подростки и дети, в первую очередь, ну, даже хотя бы для какого-то первичного информирования, что он может получить поддержку, что, ну, в разных ситуациях, что он не один. Вот, буквально вчера или позавчера у нас мы отмечали Международный день детского телефона доверия. В России это служба 8 800 2122. Мы являемся крупнейшим региональным оператором. Вот мы везде, почти во всех филиалах, и в Якутске провели, ну, такие информирования, раздавали флайеры, и очень порадовал момент, что вот подростки хорошо охотно разбирают и не выбрасывают потом. Они берут, прямо видно, что вот фоткают, кидают нам куда-то друзьям, берут с собой несколько, ну, то есть, да, детям есть куда обратиться, обращаются. Да, и очень радует то, что очень много стали записываться сами подростки осознанно, и вот у них есть мотивация. Очень хорошо, что они признаются, что с самим сложно справиться, да, и идут за помощью. У нас есть звонок. Алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Здравствуйте, спасибо, что дозвонились. Представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Ирина. Мы вас слушаем. Нам не слышно. Вы же без наушников, я совсем забыла. Наденьте наушники. Нам позвонила Ирина, мы вас слушаем, Ирина. Это вы ко мне позвонили. Здравствуйте. Ирина, сегодня мы так думаем, да, что вы можете с нами поделиться истории про свою сложную жизненную ситуацию, с которой вы столкнулись, и про то, какую помощь вам оказали в центре. Поделитесь, пожалуйста, с нами. У меня, получается, я жена моделизованного. Моего мужа моделизовали 27 сентября, этой осенью 22-го года. И вот, когда началось вот это все, и так, что это первый раз за 80 лет объявили моделизацию. И было объявление, да, то, что вот здесь психологическая помощь бесплатная. Когда у меня сразу, когда он уехал, там всего три часа на сбор уже дают, получается, после поездки, у меня, ну, семья ушла из-под ног, и у меня пропал сон. Все, все, все пропало, получается, жизнь поменялась на кардинально. Я позвонила, записала на психологическую службу. Ага, и пришла сначала на учное, на бюджетное объявление, на консультацию. Все рассказала, а все, как у вас так хорошо не стало. Вот, потом уже как-то потихонечку второе, по-моему, заместить. И у нас, получается, вот, жены, да, мы как-то начали искать друг друга, чтобы была поддержка. Через центр, да, вам помогли связаться? Да, через центр, да, и мы собрали, в общем, группу жертв, и вот мы занимались, получается, каждые выходные, по субботам у нас были занятия, вот мы приходили. С каждым разом все лучше и лучше, все легче и легче, и в конце концов, меня вернули в нормальную руку, где-то, наверное, в марте, я уже нормально живу, обычной жизнью. Сплю хорошо. У нас были такие мероприятия, как вот арт-керси, там, мы суббот делали, господи, как называется, забыла. Ну, специалисты подскажут, какие еще методы расскажут нам. Ну, очень хорошо, что у вас нормализовалось состояние, что вы себя хорошо чувствуете, что нет вот этой высокого уровня тревожности, да, которая вот выбивает абсолютно из колеи. И спасибо вам большое, что вы поделились своей историей, своим опытом. И отлично, что через ваш центр люди понимают, что они не одиноки в своей проблеме, да, когда ты оглядываешься и видишь, что есть еще люди, которые с этим же столкнулись, уже как-то легче, да, быть вместе и проходить это, вернее, будучи вместе. Вот Ирина рассказала, что у вас разные методы работы, да, с теми людьми, которые к вам обращаются. Расскажите подробнее, что это за методы. Как, в принципе, достаточно быстро вы человека выровняли, да, как-то в нормальное русло, она говорит, что достаточно быстро вошла, хотя ситуация сложная. У нас сейчас как бы приоритеты работы вот именно с родственниками, с близкими, там, с женами, с матерями контрактников и с родственниками погибших, да. И у нас есть вот группа, вот именно группа матерей, группа жен, группа там с родственниками погибших. И с ними ведется вот работа, которая вот им нужна вот сейчас, да, вот тревогу как-то вот понизит, у кого какое настроение каждый раз, и каждую неделю работа проходит. Ну, у нас методы работы там по арт-терапии бывают, бывают там какие-то... Ну, различные метафорические карты можем использовать, ну, чтобы вот эта работа направлена на то, чтобы они могли в такой период находиться в балансе и гармонии. А что самое главное для человека в такой момент? Что нужно? Вот нужно просто выговориться, и чтобы его кто-то выслушал. Нужно понять, что ты такой не один, и найти вот тех же людей, которые переживают так же, и постоянно общаться, быть с ними в контакте. Ну, это, наверное, тоже что-то ещё, что самое важное. Вот это же, в общем-то, такие методы арт-терапии, метафорические карты, они, ну, как бы дополнительными считаются, это же не основное. Наши психологи комбинируют вот эти методы, то есть форма может выглядеть так, но каждый из них, он вот психологическую работу проводит вот посредством тех или иных инструментов. Это вот может быть какая-то групповая, вот, допустим, кукол делали, да, и через кукол разыгрывали ситуацию, ну, травмирующую или вот какую-то сложную. А как это, расскажите, интересно. Ой, ну, это отдельный эфир нужен, но вкратце это хороший метод, когда человек в остром эмоциональном, в остром психоэмоциональном состоянии. Направляете ли вы своих вот подопеченных, да, или, как сказать, тех клиентов, да, которые к вам приходят на какую-то ещё вот дополнительную медикаментозную терапию к другим специалистам? Или вы сами отлично справляетесь и потом видите динамику? Расскажите какие-то примеры, может быть, из жизни, что человек пришёл вот с такой ситуацией, с такой историей, да, это детско-родительские отношения или какие-то, может быть, другие проблемы? И потом, через какое время и что у него изменилось после работы ваших специалистов? Ну, при депрессивных состояниях мы обычно направляем на Лермонтово 130, нет, 178, дроп 1. Там они могут бесплатно психотерапевтическую либо психиатрическую помощь. Их не ставят на учёт к врачу-психиатру, да, а там они могут проконсультироваться с врачом. Мы направляли туда и матерей погибших. Вообще, в целом, это стандартная практика, когда психолог может сказать, вам требуется дополнительная медикаментозная поддержка или вам нужна более такая медицинская помощь, потому что вот одно дело работать со психикой, да, а другое дело, когда вот нужно и нервную систему подтянуть и дать организму вот буквально физический ресурс. Ну, вы как-то это коллегиально обсуждаете, работаете с теми специалистами, или это вот просто вы понимаете, что это не ваш профиль, и отправили человек там нашу поддержку? Ну, мы заранее можем позвонить к специалисту, который может принять, и они обычно, вот, да, говорят. Там уже как бы совместная работа идет и психиатр, и психолог, потому что как бы психиатр тоже там медикаментозно направляет человек, когда там помогает, и мы помогаем именно вот психикой. То есть это ту сторону? Эмоциональное благополучие там как-то. А есть ли какие-то ситуации, когда вы понимаете, что человеку помочь нельзя? Очень редко, наверное, да? А что это за истории такие? Ну, это в первую очередь, когда человек, наверное, сам не мотивирован, сам не настроен работать с у психолога, когда он отрицает. Но он же приходит. Такие бывают то, что вот кто-то записал из родственников, записали там, может, там, педагоги, там, ребёнка. Просто направили. Просто направили, и он как бы пришёл, и он как бы знает где-то, может быть, где-то не знает свои проблемы, и, в основном, может быть, если это отрицание идёт от человека, тогда мы не сможем там помочь. В общем, наш центр создавался в 2000 году, ну, то есть создан, да, работа началась в конце 90-х на волне вот множества социальных проблем. Ну, все помнят 90-е, сколько там травмирующих событий произошло. И по вот словам основателя, инициатора создания центра «Октябрина Туприной», каждый имеет, каждый человек вообще имеет право на бесплатную, качественную психологическую поддержку. И мы рады, что вот мы уже 23-й год успешно работаем, и к нам могут обратиться вообще все желающие. Мы никому не откажем и обязаны принимать всех, даже если у человека нет гражданства, даже если у человека нет приписки. Это вообще не препятствие. Мы работаем по желанию клиента абсолютно анонимно. Бесплатные две консультации гарантированы абсолютно всем. Если человек хочет, мы можем... Даже не так. Я хотела сказать про вот наши бесплатные категории коллеги. По каким направлениям мы работаем бесплатно, вообще неограниченное количество сессий. С кризисными состояниями и с детско-родительскими отношениями мы можем работать бесплатно. И также вот по линии межведомственных взаимодействий вот из Минтруда к нам могут направить, из МВД нам могут отправить несовершеннолетних и их семей, чтобы мы оказали им психологическую помощь. А к вам предпочтительно приходить вот в полном составе, да? То есть есть же такие семейные консультации, когда и родители, и дети, да? Или, например, два супруга, но, опять же, один может захотеть, второй не захотеть пойти. Как лучше делать, когда речь о семье? Ну, лучше всего всем составом работать. Когда мы приглашаем... Нет, когда к нам обращаются подростки, мы можем работать и с родителями. То есть родители тоже в последующем после своего ребёнка могут списаться на психологическую консультацию. Ну, обычно же всегда, в общем-то, всё же сверху дождь и снег, да, падает. Всегда всё равно проблема, в общем-то, в родителях и ребёнку может быть очень сложно какие-то свои, да, права в какой-то семье отстоять. К вам также могут же обратиться женщины, например, которые в своей семье терпят насилие и, например, там, побои, да, какие-то вот такие вот унижения. Они могут прийти в ваш центр, и вы можете тоже как-то помочь связаться с такими же, ну, с женщинами с такой же судьбой, которые, например, уже это прошли и как-то в своей жизни сделали более безопасной. Ну, мы больше работаем с ними индивидуально, и также мы можем их направить в другие ведомства, то есть тоже вот опираемся на межведомственные взаимодействия, потому что в таких случаях лучше работать комплексно. То есть должна проходить и социальная реабилитация, и педагогическая, и психологическая. Как вы сами, будучи специалистами достаточно сложной профессии, которая требует такого максимального включения, как вы сами восстанавливаетесь после своей работы, как вы сами вот для себя какую вы выбираете терапию. Ходим друг к другу на консультацию. Консультируйте друг к другу, не мешает работать? Ну, каждый психолог проходит каждый год обучения, вот это нам помогает. Мы стараемся также проходить свою личную терапию, то есть у психолога есть свой психолог, получается. Спасибо вам большое за то, что вы сегодня нашли время, пришли в нашу студию. А дорогим слушателям и зрителям я хочу сказать, что во втором блоке нашей программы мы как раз таки поговорим о проектах, которые разработаны для того, чтобы люди профессии педагогии, психологи как-то эмоционально не выгорали. Для профилактики профессионального выгорания пожалуйста, оставайтесь с нами и скоро продолжим. Дорогие друзья, мы снова в прямом эфире, мы продолжаем вашему вниманию программа Якутск сегодня и в нашей студии директор Республиканского методического центра психолога педагогического сопровождения надеюсь, я ни в чем не ошиблась, Константин Чичкинаров. Константин Константинович, здравствуйте. Здравствуйте, Светлана. Вторая часть нашего эфира, впрочем, можно и про первую также сказать, приурочена к году педагога и наставника. И я хочу начать наш разговор с того, что верно ли я скажу, что ваш центр это нечто вроде профилактория для педагогов, психологов. Или это как-то по-другому? Хотя вы хотели начать с чего-то другого, с поздравления. Ну вот я сначала хочу поздравить всех пионеров странных советов, потому что сегодня 19 мая, это дата для нас, для тех детей, пионеров, осталась очень светлой. В этот день мы всегда выходили на природу, были сборы пионерские, играли в зальницу, разжигали большой-большой костер. Поэтому вот светлая память от детства это сегодняшний день. Поэтому я от всей души поздравляю всех пионеров и желаю им конечно здоровья, благополучия. Пусть этот день останется для нас всегда светлым праздником. Да, продолжая тему, я скажу, что наш центр раньше назывался, вот до апреля этого года назывался бюджетным учреждением дополнительного образования. Но мы переименовали, уже перешли на другой тип, теперь мы учреждение дополнительного профессионального образования. Почему мы это сделали? Потому что наш центр работает по четырех направлениям. Это психология и педагогическая комиссия, у нас есть центральная комиссия, которая выезжает в арктические и северные районы, так как в этих районах по количеству детей и за отсутствие специалистов не могут составить свои территориальные педагогические комиссии, психологи-педагогические комиссии. Так, и второе направление у нас служба ранней помощи. Раньше мы работали с детьми от 0 до 3, теперь уже расширение идет, уже дошкольным возрастом, до 7 лет тоже начали работать. Проводим стажировки педагогов, и педагоги со всей республики к нам приезжают, проходят стажировки, и это, конечно, им очень помогает в работе с родителями, у которых дети с ограниченными, но с нарушениями, да. Третье направление это у нас, конечно, наш центр, это все понимают, что психологически, у нас направление психологическое, но у нас психологическое в том смысле, что мы проводим позитивную профилактику общеобразовательных учреждений. Мы не должны довести и участников образовательного процесса, то есть учащихся, педагогов, родителей до критического состояния. мы должны провести профилактическую работу, вовремя организовать мероприятия по, например, профилактике. Например, сегодняшняя тема у нас будет профилактика профессионального выгорания педагогов. Тогда получается, что ваш центр, педагоги со школ, с других образовательных учреждений, они должны как бы как к зубному врачу раз в полгода наведываться, чтобы как-то отслеживать свое эмоциональное невыгорание. Или же они как-то сами справляются и просто следят за тем, какие мероприятия вы проводите, и кому нужно, кому-то не нужно, те не приходят, или кто-то кому-то нужно приходит. Или прям это обязательно они должны как-то в вашем центре туда наведываться периодически? Периодически мы проводим практико-ориентированные семинары, собираем иногда, но в большей степени мы выезжаем на местах, в УЛУС выезжаем, проводим родительские собрания, встречаемся с родителями обязательно, проводим практико-ориентированные семинары для классных руководителей, не только для психологов, социальных педагогов. И это все способствует именно благоприятному психологическому климату, по работе с детьми. Все это нас натолкнуло на мысль именно в этот год, в год педагога и наставника в 2023 году запустить проект «Работа в радость». Так как всю сознательную жизнь, так скажем, мы проводим на работе. Если у нас какой-то будет дискомфорт в нашей работе, то это конечно, в конечном итоге скажется на наше здоровье, на психологическое состояние, поэтому мы должны на работу прийти с удовольствием, работать с удовольствием. Мне кажется, только один рецепт это работы по призванию нет, можно по-другому? Да, призвание тоже есть, конечно, это тоже основной фактор, но бывают такие факторы, которые иногда выводят из колеи человека. И долго человек не может, например, выйти обратно в колею, в этот момент, например, приходят на помощь конечно коллеги, специалисты, и создаются такие условия, чтобы человек быстрее оправился, например, от каких-то стрессов в нашем жизни, разные ситуации бывают. Смотрите, на слуху мы нередко знаем такие истории, когда учителя срываются на учеников, понятно, что работа сложная, дети всегда, в любое время, дети непростые, возраст там подростковый, родителям-то сложно с ними как-то договориться, которые их хорошо знают, а учителям тем более. Возможно ли так, чтобы вот таких ситуаций вообще не происходило, и учитель как-то, ну, не срывался вот в такие истории, когда он превышает какие-то свои полномочия и права по отношению к тому, кто, в общем-то, его подопечный, зависит от него? Ну, это некрасивые истории, иногда бывают такие, ну, встречаются на этот нечасто, потому что наши учителя, они всё-таки очень тактичные, они профессионалы в своё дело, соблюдают педагогическую этику, да? Хотелось бы очень это в идеале, конечно. Ну, я вот расскажу немножко о проекте, да? Да, давайте расскажем о проекте, который вы в Улусы привозили, и у вас уже даже есть хорошие отклики тех, кто с этим проектом соприкоснулся. Да, вот, министр нашего образования и науки Ирина Павловна Любимова, она поставила перед нами задачу именно в этом году работать по этому направлению, именно по профилактике психологического и эмоционального выгорания педагогов, так как она тоже человек-практик, сама работала в школе, была руководителем среднего профессионального образования, ну, знает всю систему образования, да, и, конечно, у нас, вот, анализ показывает, что в арктических северных Улусах у нас большая нехватка специалистов, конечно, поэтому мы большое внимание уделяем на них, да, потому что в центральных Улусах все-таки много, ну, обеспеченность выше, и они чаще к нам приходят, проходят курсы, семинары и так далее, поэтому мы организовали в Министерстве предусмотрела в бюджете средства, и мы выехали, например, в Абыйский, Верхоянский, Аллаиховский, Усьянский, Волунский, Улусы, организовали большие психологи-педагогические десанты, Тампонский, Тартинский, Чуропцинский, далее, Усьмайский, Ангинский, Мегиноконгласский, Улусы. Охватили всего 320 педагогов и постарались именно, чтобы в наших тренингах, в наших мероприятиях обязательно присутствовали руководители образовательных организаций, их заместители, председатели профсоюзных комитетов, потому что руководители, они ответственны за качество образования, за своих педагогов, если они обязаны создавать психологический комфортный климат именно в своих коллективах. И мы ознакомили именно, ну, вывезли профессионалов, психологов, которые провели тренинги, элементы тренинга, весь тренинг, да, и ознакомили именно, какие методы можно использовать именно для сплочения коллектива, для разгрузки психологической нагрузки, и все показали, оставили, научили. Теперь некоторые улусы это подхватили. У нас есть, я хочу режиссерам напомнить, у нас есть два желающих, которые хотят свой отзыв оставить в прямом эфире, и сейчас возможно мы их сможем в наш прямой эфир пригласить. какие вы слышали отзывы о проекте, что допустим человек отметил сразу после того, как вы привезли в один из этих районов, которые вы назвали, люди это прошли, и вот сразу какая-то обратная связь, моментально что-то происходит, или это все-таки надо как-то опробовать, чтобы время прошло? Да, моментальная связь происходит, это особенно, например, с молодыми специалистами, потому что они тоже проходят период адаптации, и не могут, некоторые не могут сразу войти в коллективы, и в этот период, например, они раскрываются, видят, что вот строгий завуч в этом тренинге он оказывается человек, да, очень, это Людмила Ивановна, а не завуч, например. А, то есть вы так как будто бы стараетесь убрать статус, да, и посмотреть на человека. Да, с другой стороны уже человек их видит, своего руководителя, и руководитель тоже, например, уже видит молодого специалиста с другой точки зрения, например, оказывается у нее талант рисованию, или она хорошо играет в волейбол, и так далее. Например, вот мы организуем такие мероприятия, кроме тренинга на сплочение, например, организовали в Аббитском Лусе товарищескую встречу по волейболу руководителя образовательных организаций с учениками гимназии. Я вас перебью, у нас есть отзыв о проекте «Работа в радость». Давайте послушаем. Алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Там у вас фонит, вы отойдите, пожалуйста, там от телевизора или от радио, что-то рядом у вас. Представьтесь, пожалуйста, и расскажите нам о вашем опыте знакомства с проектом «Работа в радость». Добрый день. Меня зовут Татьяна Егоровна Васильева, господин отдела психолога и герогического сопровождения герогического университета проявления образования. Данный подпроект «Работа в радость» в нашем университете реализуется с 15 марта в период месячника психологического здоровья. Татьяна Егоровна, связь очень прям плохая. Вы где-то рядом находитесь, очень сильно фонит. Вот сейчас вроде бы хорошо. Сейчас вроде бы хорошо, да. Продолжайте. Сейчас хорошо слышно. Хорошо, тогда. Сейчас скажу, да? Да, продолжайте. Добрый день. Меня зовут Татьяна Егоровна Васильева, главный специалист отдела психолога и герогического сопровождения Вилюйского университета управления образования. Данный подпроект «Работа в радость» в нашем университете реализуется с 15 марта в период медичника психологического здоровья обучающихся. О проекте «Работа в радость» мы узнали из официального сайта Беспубликанского центра. До этого в 2022 году мы провели диагностические исследования на выявление эмоционального выгорания наших педагогов. И результаты показались высокими, а цель данного проекта соответствовала нашим потребностям. Поэтому решили внедрить готовый проект, сделав подпроектом. А какие результаты Вы говорите высокие, что именно изменилось в работе Ваших специалистов? В работе наших специалистов. Какие результаты Вы называете высокими, что именно произошло с помощью этого проекта? И Ваш район я прослушала, Вы из какого района? Из какого УЗа? В период месячника охватили 64 педагога из 5 образовательных организаций нашего УЗа. Также мы использовали занятия с элементами тренинга, дыхательные упражнения, упражнения для снятия напряжения, мышечного зажима, релаксационные упражнения и римский массаж. По итогам проведенных занятий мы получили положительные отзывы и улучшение психо-национального состояния наших педагогов. И в дальнейшем мы планируем охватить всех педагогов нашего УЗа. Татьяна Егоровна, спасибо большое. Вы сами как, ну если простым языком, как вот Вы сами находите до того, как Ваши специалисты с этим проектом поработали и после того Вы сами вот как видите какую разницу? Может быть для себя или личным опытом поделитесь? Вот данный проект нас очень заинтересовал, да, и мы хотим пожелать нашему центру дальнейшего процветания, творческих начал и вдохновений. Хорошо, спасибо большое за участие в эфире. Так я не добилась ничего такого конкретного. Мне бы конкретики хотелось. Может быть Вы дополните? Да, вот анализ показал, что у некоторых клусах процент профессионального выгра действительно очень высокий, даже доходит до 55% опрошенных, так скажем, особенно подвергаются, оказывается, как ни странно, учителя с опытом более 20 лет. Примерно 40% это те педагоги, которые более 40 лет. И учителя, и психологи, мы знаем, не секрет, что психологов не хватает в образовательных учреждениях. Может быть, один психолог на огромное количество детей, как ему головы не поднять, там еще какая-то отчетность нужна. Но и так не секрет, что классы переполнены, если мы говорим о городских школах, огромная нагрузка на учителей. И если мы говорим об УЛУСах, там сложно найти помощь, возможно, вас ждут, как в этом царь и бог, что вы что-то сделали, что-то помогли. Хорошо, если этот проект, они потом его отберут и сами уже как-то этот проект включают в свою школьную жизнь. Вы правильно говорите, мы долгожданные гости, именно УЛУСы, когда выезжаем, всегда встречают с радостью и организуют очень даже, охватывают, охватываем очень много педагогов и многие слои. Когда проводим родительские собрания, приходят очень много родителей, они даже удивляются, что так много родителей пришли на родительское собрание. Когда обычное родительское собрание, оказывается, людей бывает мало. На сегодняшний день родители очень заинтересованы, чтобы их дети росли достойными людьми и понимают, что это зависит от учителя. Поэтому именно учителя они должны все-таки они как-то интеллигенции, например, злои населения, которые находятся в данных районах, они должны повести с собой родителей. Поэтому стараются и в этом помогают конечно... У нас минуты до конца эфира остается. Всего? Всего, да. Поэтому нам как-то обобщить нужно. Конечно, учителям очень сложно работать. Я в свою бытность работала, не смогла. тяжелая работа, когда на тебя каждый постоянно смотрит столько детских глаз, и нужно соответствовать, очень много нужно знать. И, конечно, нужно контролировать себя, свое поведение. Давайте, может, обобщим... Тогда я обращаюсь именно руководителям образовательных организаций, чтобы они создавали условия для комфортной работы, именно для комфортной психологической среды своих подопечных и учащихся и учителей. Нашли общий язык с родителями. Вот это очень важно, чтобы создать комфорт для учителя, и человек счастливый может поделиться удовольствием и счастьем уже с окружающими его, в этом случае, детьми. Спасибо вам большое, слушателям и зрителям. Спасибо за внимание. Хорошего вечера всем.